Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 июля, день Кирика, назван через страдание святых мучеников Кирика и Иулиты. Иулита – мать Кирика. Во время гонения на христиан она оставила богатое имение и бежала с трехлетним сыном. Но их выдали и стали пытать мать. Ее обнажили и били беспощадно жесткими жилами. Когда били мученицу, дитя, смотря на это, плакало и вырвалось из рук держащих его, чтобы пойти к матери. Его пытались остановить, но он покорябал лицо начальника, и его бросили с лестницы, и он умер. Согласно древним поверьям, сегодня наступала середина лета, и обычно сегодня шли дожди. Женщины почитают в этот день свою заступницу и защитницу-матушку Улиту. Так ласково они называли и Улиту. В этот день они отдыхали, а старобрядцы считали Улиту и ее сына Кирика своими покровителями. Приметы. Нельзя жать на Улиту, можно увидеть дурное предзнаменование. Сегодня солнечные лучи обладают особой целительной силой. А что вот эти центрофуговые соковыжималки лучше всего давят коренья. А ягоды давят больную. Другая у нас, другая, попроще такая. Шнекова какая-то. Она, я забыла как она называется. Но крутит. Ну да, она не такая, может быть, просто вот резкая. То есть ягоды же, они пластичные, мягкие, поэтому там не нужно такое сильное давление. Ну и что дальше делаете? Вот свежий сок, он же бродит или еще что-нибудь там. А у мамы какой-то есть рецепт, мы немножечко песочек туда все-таки добавляем. Какого песочка? Сахарного, неречного, да, сахарного песочка немножко. Но тем не менее, вот что говорит о том, что все-таки продукт мы делаем натуральный. Если пробочку-то мы отвинчиваем и сок не выпьем, например, на протяжении пяти дней, если мы не выпьем этот сок, даже четырех, плесенью покрывается. А это говорит о том, что это натуральный продукт. Он быстро портится, потому что натуральный долго не стоит. Ну, а в остальном очень люблю, если это сезон, то, конечно, все с грядки. И помидоры, и огурцы, все, чтобы было с грядки свежее, и зелень. Это очень правильно, потому что сезонное питание самое правильное. Поспели огурчики, огурчики, помидорчики, помидорчики. То есть мы свой организм пополняем микроэлементами последовательно. И самое важное, что наш организм их и держит внутри себя. А если мы вот как-то питаемся вне сезона, да. И, кстати, когда огурец вырастает летом на грядке, он борется против жары и высыхания своей особой, так сказать, оводненностью. Это передает организму. Не хочется пить воды, и не так жарко становится. Если этот же продукт мы употребляем зимой, когда сыро, холодно, мы начинаем мерзнуть. Вообще да, наверное. Вот что получилось. Они же такие прохладные огурцы. И, кстати, о сезонности питания. Сейчас как раз сезон питания корнеплодами. И самый лучший корнеплод – это, как еще в Древнем Риме говорили, морковь. Поэтому... То есть именно в Древнем Риме говорили морковь. Да, и еще они начали. Еще они там начали пользоваться морковью, говорили о полезных ее свойствах. Вот что она способствует тому, что детки лучше растут, люди выглядят как морковка. И я думаю, что все, кто будет питаться морковным соком, будут иметь ясные глазки, как у нашей Светланы. Уверена. Да. Кстати, и зубки, и маль хорошая становится, и стройную фигуру. Поэтому кушайте морковь и ешьте наш калевый суп сырой. И вы будете такие стройные, как Светлана, ну и вроде как и я. И Геннадий Петрович. Да. Доброго вам здоровья. До свидания. 26-е лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенной теме. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч!